Добрый вечер! Как ваши дела? Как проходит карантин? Я рада, что вы прибавляетесь. Наш постоянный урок с вашей помощью в честь, не в честь даже, а с просьбой и заслугой этого урока Пусть пойдет на излечение с вашей помощью Гершин Бен Ривка, который сегодня с помощью наших молитв вышел из медикаментозной комы Еще очень слабый, но с кожей помощью, пусть его состояние улучшается, он вернется к своей семье, к своим деткам И больше не будет испытаний в его жизни. Ну и конечно же за всех больных, которые нуждаются в нашей молитве О, Юлька, привет! Я рада тебя видеть, очень-очень Ну что, мы с вами начинаем Наша недельная глава Краснодар, привет! Мы тоже сидим дома, молимся, еще учимся Рада, что вы здесь Наша недельная глава называется «Воигра» Мы начали с вами учить третью книгу из пяти Добрый вечер, Татьяна И эта недельная глава дает нам ответ Всем нам Быть вегетарианцем или не быть Как относиться к тому, что мы кушаем мясо И к людям, которые отказались от употребления этого мяса Думаю, что после этого урока Каждый из вас дважды будет думать Кушать ему мясо или нет Так что, кто любит очень мясо Тому, пожалуйста, предупредила заранее Итак, я начну свой урок с истории Которую любит рассказывать любой хасид Потому что она показывает Насколько наша Тора По-доброму, с пониманием Относится к животным Эта история произошла с рабе Юда Анаси Он сидел и учился на улице под деревом Заходил в глубину Талмуда И ничего его не отвлекало Пока он почувствовал, что кто-то трется об его руку Он отвлекся, обернулся И увидел, что это маленькая овечка Которая мекает Правильно, можно так сказать Которая мекает и просит у него защиты И вдруг он увидел, что за этой овечкой Бежит шойхет, который хочет ее убить Эта овечка начинает мекать И тереться об рабе Юда Анаси И прятаться за его спину Хочет, чтобы он ее спас Он очень был рассержен тем, что она отвлекла его от учебы И сказал ей Ну иди уже, что ты здесь трешься Для этого ты была создана Для того, чтобы тебя убили Что ты сейчас мемекаешь и мешаешь учиться Шойхет ее споймал И было, что было Поднялся большой шум на небесах Все ангелы воззвали ко Всевышнему И сказали Это твой праведник Это человек, который учит Тору Он не научился от нее добрым качеством Как он мог не обратить внимание на эту овечку Он мог ее погладить Он мог сказать ей, пожалуйста Не... Волода, привет, Казахстан Рада вас видеть Он мог ей сказать, не переживай Ты для этого создана Ну все будет хорошо Ты сейчас отправишься на стол к большим праведникам Не знаю, все что угодно он мог ей сказать Но точно не кыш отсюда Для этого ты была создана Иди уже на свою смерть Оставь меня в покое Всевышний услышал трепет ангелов И сказал Накажу я этого человека Потому что тот, кто учит Тору от всей души Он становится мягким, скромным А не с такими вот злыми качествами Написано в Талмуде Что есть две невыносимые вещи для мужчины Две невыносимые боли Это зубная боль И камни в почках Именно этим наделил Всевышний раб Юда Носи, который 13 лет Ночью не мог спать из-за боли в зубах Утром он не мог ни стоять, ни сидеть, ни кушать Ничего остального Из-за боли в почках И его жизнь превратилась в каторгу Один день Помощница его по дому Отодвинула шкаф, чтобы там немножко подмести И из-за шкафа выбежала мышка Она замахнулась шваброй, чтобы дать ей по башке На что раб Юда Носи закричал Стой, стой, ведь она ведь тоже живая Зачем ее убивать? Вышверни ее на улицу И пусть она продолжит свою жизнь Всевышний увидел, что раб Юда сделал Чувы, раскаяния Изменил свое отношение к животным И убрал от него эти суримы, эти испытания Окей, история показывает, насколько мы трепетно относимся к животным Хочу вам еще усилить отношение к животным И добавить несколько законов Которые, ну мне кажется, только в иудаизме есть такие законы Первый закон Если у вас есть какое-то животное Будь то собачка, кошечка Или вы живете в частном доме И огромную ферму имеете Запрещено человеку садиться кушать До того, как он покормил всех своих животных Это значит Пока человек чувствует голод Он обязан подумать о тех, кто тоже чувствует голод И накормить их Потому что, когда он насытится Он ляжет, он отдохнувши Он забывает, что кто-то еще голодный Заповедь Поэтому так сложно религиозному человеку иметь Какую-то собачку или котика Потому что это обязывает к исполнению кучи ряда заповедей Которые очень сложные Второе из того, что мне вспомнилось Если к вам в компанию, я не знаю, приходит подружка В синагогу приходит женщина Кто-то в красивой кожаной куртке В меховой жилетке Или в кожаной обуви Запрещено, потому что Говорите этому человеку Вау! С обновкой тебя Покажи Зара, не Зара, Дольче Габбана Все, что там не было Нельзя восхищаться его вещью Сделанной из кожи Почему? Потому что не твоя это заслуга Что у тебя есть вещи с кожи Для этой куртки Умерло не один и не два животного Для стельки этой обуви Взяли кожу с живота какого-то животного Неужели ты можешь гордиться и восхваляться этой вещью? Запрещено нам говорить Обновись на какую-то кожаную вещь Рады вас всех видеть Вы прибавляетесь Слава Богу! Надеюсь, что все здоровые и счастливые Продолжаем Третье К Раби когда-то написали письмо И человек сказал Меня приглашают в компанию не в баню Не на Фербрэнген, а на охоту Я знаю, что в охоте в этом лесу есть дикие животные Которые могут быть опасны для моей жизни Могу ли я с друзьями пойти на охоту? И Раби ответил очень искренне Где это видано, чтоб еврей занимался охотой? Это не запрещено Торой Но Это настолько не подходит еврейской душе Просто так и ради кайфа и за скуки Пойти и убивать животное Он сказал Посмотри, кто у нас в Торе сказано, что он убивал животное И мы с вами учили это И я очень рада, что у нас каждый урок наслаивается на знания, которые мы с вами уже получили в прошлом Эйсав и Немрод Они оба были охотниками И для того, чтобы показать, насколько Яков отличался от Исава Написано Яков Йошебу Алим Это значит, что он был домашний еврейский мальчик Читал книжки Помогал маме Учился в Яшиве И какое Тора выбрало показать вам Нам самое большое противоречие Самую большую разницу, чтобы мы почувствовали Один скромный учит Тору Второй охотится на животных Где это видно, чтобы еврей выбрал себе за хобби убивать животное Мы с вами видим, что очень много законов И это я не все, конечно же сказала Которые нам говорят Уважай животное, люби его, корми его Например, про свинью Даже Когда упоминает Тора Она говорит, есть чистое животное А есть не чистое животное Тора даже свинью не называет грязным животным Есть чистое, а есть не чистое Чего обижать свинью только из-за того, что я ее создал некошерной Нормально она имеет место быть Она живет, я ее создал для каких-то других нужд Но она не чистая Не такая, как остальные животные Окей Наша недельная глава Почему я с вами говорю про животных? Потому что книговая икра Недельная глава икра Рассказывает нам про жертвы Спасибо Ида Ты все успела С Божьей помощью Ирина Привет Постоянный ученик Очень мне приятно Окей Тора нам рассказывает, что мы должны приносить жертву животных И тут у нас становится вопрос Как? Ведь вся Тора основана на том, что мы Любим животных, уважаем, бережем Что написано Всевышний Рахамав Эль Кольмасав Он милосерден ко всем своим творениям Значит, что и мы должны быть милосердны И по отношению к травке И по отношению к узелечку И по отношению к курочке Как? Наша недельная глава заповедует Прямо брать количество огромное этих животных Убивать, убивать, убивать Вообще не похоже на Тора Кстати, отдельно Если мы с вами поговорим про книговая икра Мы знаем, что у нас есть пять книг Тора Берешит, Шмот, Воикра, Помидбар, Дворим И все эти пять книги называются Пятикнижья Моисеева, как нам известно Но мудрецы любят говорить, что у нас есть две книги до Две книги после И одна книга Воикра, которая отличается от всех Все книги Тора нам кайфово с вами учить Слава Богу, мы с вами начали с главы Берешит Мы с вами учили про Авраама, про Сару, про их детей Про взаимоотношения в семье, про взаимоотношения с социумом Классные, легкие вещи, которые нам легко рассказывают в садике Даже маленьким детям Книговая икра Каждое предложение – это закон Каждое предложение диктует нам, как правильно себя вести Мы знаем, что у нас есть 613 заповедей Знаете, сколько из них содержится в этой маленькой книжке, которая в сорвокупности Это 10 маленьких глав 10 из 54 247 заповедей находятся в этой книге Это около 40% Эта книга очень скучная, можно так сказать Очень наполнена жертвами, работая в храме Законы, которые сейчас не очень актуальны Поэтому, например, вот я сегодня с детьми учила Есть такая серия книг «Порошам и Сапер» О чем нам рассказывает недельная глава Она есть на все книги Тора Когда мы покупали первую эту книгу Мы с мужем думали, какую недельную, какую книгу взять «Берешит шмот, Вайкра, Бабинбард дворим» И мы решили, конечно, Вайкра Потому что на все остальные книги я сама из головы могу придумать миллион историй И что из них можно выучить Книговая икра Она настолько сложная рассказывать детям Что мне понадобилось вот это Чтобы хоть какой-то смысл детский для них Выудить Окей, в этой неделе на главе у нас рассказывается странная вещь Фух Если человек Согрешил И не исполнил заповедь АСЕ Делай Мы с вами знаем, что все 13 заповедей разделяются на две группы Первое, что нам да надо делать Второе, что нам нет нельзя делать Так вот Если мужчине, например, заповедано одевать твилин на голову и возле сердца каждый день Он проспал, забыл, забухал, не знаю, все что угодно, не одел Он нарушил заповедь Делай Он должен был и не сделал И он думает, ой, все, я больше такого не хочу делать Как мне перед Всевышним попросить прощения Что он делает? Он идет Покупает быка Или если он был очень бедный То самое-самое низкое пожертвование это была манка Приносит этого быка в храм Убивает его Всевышний, извини, я не хотел Второй вариант, когда мы приносим жертву животного Просыпаетесь вы рано утром Подтягивайтесь, говорите модеане Заходите в комнату к своим детям и говорите Боже, Всевышний, какие у меня дети Какие у меня внуки Какой у меня дом Какая у меня вкусная еда Всевышний Я хочу тебя отблагодарить И он не идет читать тейлим Он не идет молиться Он не едет в Иерусалим на стену плачет Он что? Он идет на ферму Берет за рога животное Приносит его в храм И убивает Ну, отличное спасибо Как бы Это реально то спасибо, которое хочет от нас Всевышний Чтоб мы убили животное В конце урока мы с вами узнаем Третья вещь Третья вещь, за которую мы должны принести в жертву животное Спасибо за ваши лайки Это Грех, совершенный нечаянно Хатат Например Шаббат Вы проснулись ночью Захотели в туалет С полу открытыми глазами Подошли к туалету Включили свет И потом вспомнили Ой, шаббат За вещи, которые мы сделали Нарушили нечаянно Мы тоже должны принести жертву Привет, Абива Еще одна наша лектор Рада тебя видеть на экране Продолжаем Рэбис Кот Рассказывал, что у него был один хасид Который всю жизнь очень скромно жил Изучал Тору Работал на своей ферме И вот ему вспомнилось 80 лет И он решил Пришло время Скоро Я пойду ко Всевышнему Моя душа оставит этот мир А я не видел ни разу Бейса Мирдаш Что я скажу Всевышнему? Он скажет Видел ли ты мой дом Мое творение в этом мире? А я скажу Нет У меня не было сил У меня не было денег У меня не было Всевышней На тебя времени И решил он оставить все Попрощался с семьей С детьми И поехал Пошел пешком в храм Он идет И очень воодушевлен Что я увижу Какое там будет строение Какое воодушевление Какие эмоции я получу Он приходит во время Песоха И что он видит? Койны Без обуви За рога ведут этих животных Здесь убивают Здесь кровь Здесь кто-то мычит Здесь кто-то кукарекает Он взялся за голову И сказал Это храм Это дом Всевышнего Да это обычная мясорезка Да я такого В своей Галилее Навиделся В рядом с домом Моим такое есть Это храм Дом Всевышнего И это вопрос Который мы задаем Когда читаем эту недельную главу Даже без объяснений Храм это должно быть что-то Духовное Это место где мы должны Набраться сил Это место где мы должны Я не знаю Заниматься йогой Медитацией Говорить со Всевышним И тут это место превращают В какое-то Скотобазу Можно так сказать Лявдель В какое-то место Где постоянно Кого-то убивают Причем за что? За наши грехи Вопрос Причем здесь мои грехи? Причем здесь животные? К моим грехам Более того я вам скажу Когда Ноах Закончился потоп Ноах вышел из своего ковчега Он посмотрел вокруг Увидел опустошение в этом мире Что он остался один И все надо начать заново Он решил принести Всевышнему Жертву Животного За то что он был спасен Он приносит Жертву Всевышнему Этот запах Поднимается на небеса И Всевышний говорит О какой запах Это лучший запах В моей жизни Ты знаешь что Ради такого запаха Чтобы он продолжался В этом мире Я тебе обещаю Что больше не будет Потопа на этой земле Настолько Всевышнему Приятны наши Жертвоприношения И опять же Я усиляю наш вопрос И говорю Почему Можно подумать Что Запах Животного Которое Со всеми его Внутренними органами Пожарили на костре Может быть Так приятен Всевышнему Как хлеб Как хлеб для него Как пища для него Как кайф для него Ради которого Он готов Оберегать наш мир Что бы мы ни делали Кстати О шутку такую вспомнила Немножко к нашему уроку Трое профессий Начали спорить между собой Какая профессия была первая Хирург говорит Моя профессия была первая И тогда смог провести эту операцию На что политик говорит Не 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 До того как был создан мир Написано Что был хаос в мире Как вы думаете Кто его сделал Вот С самого начала Жертвы Наши Всевышнего Были ему Очень дороги Мы знаем еще одну историю Вот зимой У нас был месяц Томус И первый наш пост Который Один из сложных Четырех постов Ну а где лаляешь Да Жалко нас не позвал Наверное это был Йоматс Маут Юль Как думаешь Ок Первый пост Который мы Соблюдаем В память о том Что были разрушены Был разрушен Храм 1 и 2 9 авгу Это 17 Томуза Что произошло 17 Томуза Римляне осадили Иерусалим Который находился На горе Но целых три года Не могли Стены пасть И не могли они Зайти и завоевать Иерусалим Тогда они начали Думать что не все В их руках Что что то здесь есть Мистическое И начали искать смысл Почему они не могут Со всей своей огромной армией Пробить стены Иерусалима И тогда им Подсказали Что пока В Иерусалиме Приносятся жертвы Всевышний Этот запах Ни на что не променяет И не даст Иерусалим В обиду Он сказал Подожди Ну какие жертвы Три года Они закрыты И никакой Продовольствие им туда Не поступает Откуда у них Овцы чтобы приносить Каждый день жертву И ему сказали Что в три часа ночи Коины со стены Спускают Мешок с деньгами В этот мешок Кладут двух овечек И поднимают их вверх Так жертвоприношения Продолжаются И тогда он решил Сделать им Заподлянку Он принял эти деньги Но вместо двух овечек Положил туда свинью Когда коины Подняли свинью Увидели что Что это за животное Они ее бросили вниз И тогда стены пали И Иерусалим захватили Что впоследствии привело К разрушению храма И мы опять же спрашиваем Что Всевышнего Такого кайфового В наших шашлыках В нашем приношении ему Во всей этой процедуре Которая сейчас нам кажется Очень жестокой Очень хищной Нормальный человек Не выходит на охоту Нормальный человек Не убивает животное За свои грехи Почему Всевышний От нас этого хотел Кстати Немножко хочу сделать Нам Замечание И отойти к началу урока Я забыла вам сказать Одна из вещей Которые мы с вами говорили За что Мы приносим Жертву Это действие Которое было сделано Нечайно Нечайно Например Включил свет Нечайно Съел что-то некошерное Нечайно 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 Всю нашу жизнь Мы говорим Что мы это сделали Нечайно Так вот Почему нас за это Должны наказывать Рамбом говорит Интересную вещь Что каждая вещь Которую мы делаем Напротив Торы Против ее желания Делает в нашей душе Разрез Дыру И она становится Некачественной Ладно Некачественной плохо звучит Она становится Испорченной Когда человек Первый раз Нарушает шаббат Включает свет Он сначала Может испугаться А вторая мысль Какая к нему придет Странно Включил свет Небо на меня не упало Земля меня не поглотила Всевышний меня на месте Не наказал Но это не так и страшно Наверное Нарушать шаббат И в следующий раз Он уже не так Воспримет эту историю То же самое с остальным Ну ладно Я был такой голодный Съел сейчас В ближайшем магазине Этот хот-дог А потом Он просто так пойдет И съест Потому что что Ну тогда же ничего не случилось Нормально же было Всевышний говорит Нет Не привыкай ни в коем случае К тому что ты грешишь Не надо себе Сглаживать И говорить Это было нечаянно Любое нечаянно Приводит к необратимым последствиям Поэтому Обязательно за это Надо принести в жертву Как будто бы стереть Это с нашей души Раби говорит Немножечко другую вещь Но тоже мне кажется Очень Очень глубокую Не бывает Нечаянных вещей Говорит Раби Любая вещь Которая с нами Произошла нечаянно Ей предшествовала Какая-то вещь Которую мы сделали Специально Например Почему написано Про праведников Что у них никогда Не бывает Нечаянных нарушений Потому что Они любую заповедь Берут себе внутрь Разве человек Который Встретил Встретил красиво Шаббат Зажег свечи Сказал кедуш Пригласил миллион гостей Потом за ними До ночи Мыл посуду Проснется ночью И забудет что шаббат О шаббате Может забыть Человек Который 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 Которую мы сделали Нечаянно У нее есть Предшествующая Ей вещь Например Когда мы кого-то Подрезаем на дороге И делаем Например Аварию Я знаю что это не Нарушение истории Но нам так будет с вами Легче понять Это значит что этот человек Привык быть неаккуратным На дороге Привык разговаривать По телефону Привык закинуть одну ногу Возле окна И ехать смотря По сторонам И это привело к тому Что он нечаянно Что-то нарушил Вот за нечаянно Нас никогда не ругают Нас ругают За то что Этому предшествовало Например У нас есть В Йом-Кипур Это из важных молитв На виду и мы говорим Такие слова Бехет Шехотат Или фанеха Боонесу Берацион Я прошу прощения За грех Который я сделал Насильно И со своим желанием Тут очень странная Формулировка Две противоположные вещи Или ты сделал Этот грех Насильно Тебя заставили Спасибо Или Ты с Желанием Это сделал Как может быть Насильно тебя заставили Но ты от этого кайфанул Потому что Говорит Рэбе Любая Любая Нечайная вещь Когда-то Ты ее делал С желанием Ошибка по Фрейду Знаете Когда ты что-то говоришь И оно выходит у тебя Из подсознания И это на самом деле То что ты думал Вот ошибка по Фрейду Тоже из этого Примера Ну мы с вами продолжаем В чем Прикол Убивать животное За наши грехи Он не привык Это воспитание Ээээ Да Но человек же сам себя Продолжает воспитывать И Всевышний говорит Не привыкай к тому Что ты себе делаешь Поблажки Делай поблажки другим Оправдывай их Но не оправдывай себя Себя надо судить По строгости И давать жертву За каждый Или хотят Простить прощения у Всевышнего За каждый Наш проступок Ээээ Про Бальшин Торо Рассказывают одну историю Что он очень часто любил Своим ученикам Показывать какие-то Видения Которые он тоже видит Для этого Они должны были Закрыть глаза Встать в круг Положить руки Друг на друга Создав такой вот Закрытый Круг И он им показывал Дотронувшись до них Какие-то видения И вот одно из видений Было очень странное Они увидели барана В одежде праведника Баран В шляпе В циците В капоте Перепоясанный поясом И когда ученики Вышли из этой Медитации Они начали Спрашивать Подожди А что это было? Это Человек-баран Баран-человек Кто это был? Да Фишка От которой Ну в общем Да Спасибо И Бальшимтов сказал Что так выглядим Мы с вами Часто Очень часто Мы с вами Кушаем еду Забывая Для чего мы ее едим Мы Накидываемся На это мясо Мы Обгладываем Косточки Мы просим еще и еще Добавку И мы становимся Не человеком Который Кушает мясо А бараном В Человечьей одежде Мы Спускаемся До уровня Этого животного Потому что животное Когда кушает О Нашел травку Скушал травку И пошел дальше Мы становимся Извините Но это говорит Талмуд Бараном В человеческой Одежде Очень Надо Правильно Использовать Свою возможность Кушать еду И мы с вами Тоже сейчас этому Научимся Исходя из нашей Недельной главы С Божьей помощью Животное пришло Нам напомнить Как мы выглядим Со стороны Когда мы Приносим животное В храм Другими словами Коин нам говорит Когда ты грешил Ты был таким же козлом Когда ты грешил Ты был таким же бараном Когда ты грешил Ты был уподобен Этому петуху Посмотри на них У них нету цели в жизни У них нету Выбора в жизни Они не обдумывают Свои поступки Они делают Все по инерции Ты был похож на них И поэтому сейчас Принеси в жертву Это животное Как будто бы Это тебя Должны были принести Как будто бы Ты приносишь жертву Своё Животное начало Которое вело себя Именно так И остаешься Чистым человеком С духовным С духовной Внутренностью Написано Когда говорят Принеси жертву Написано Принеси жертву Очень красивый Слог на иврите На русском Так невозможно перевести Принеси жертву Из себя Что такое Из себя Возьми изнутри Из себя Все зло С помощью которого Ты сделал этот грех И сожги его Принеси его В жертву Отдай и скажи Я с этим справлюсь Я буду против этого Воевать Человек Это то что он ест Спасибо Иван Я думаю что я на этом И закончу урок Будьте в конце С нами И напомните мне эти слова Спасибо большое Сейчас секунду Был такой Раби Шмуэль Шмуэль Правильно Раби Шмуэль Мункес Очень смешной хасид О нем много шуток сказано И вот один раз Он пригласил к себе домой Много гостей И жена ему подала Им подала Огромную кастрюлю Чонда И все гости После выпитого После фарбрэнгенова После сказанного Накинулись На эту кастрюлю Просто с вилками Хватать из нее Раб Шмуэль схватил Эту кастрюлю Прижал к себе И сказал Я вам ее не дам Они были готовы Его растерзать И вилками хватать его Но Хозяин дома Надо уважать Сели Слюни текут Ждут Через десять минут Врывается в их комнату Жена И кричит Дайте мне назад Этот чонт Я не понимаю Как в моем холодильнике Оказалось мясо Моей нееврейской помощницы И я из него приготовила чонт Оно было не кошерно Извините пожалуйста Все в шоке И Раб Шмуэль Вы Пророк Вы что-то знали Вы что-то видели Вы специально нас испытывали Он сказал Нет Это настолько Легко было понять Когда человек Когда человек накидывается на еду Он становится Похож на животного И это значит Что эта еда Не может быть кошерной Эта еда Не может поднять человека И подняться сама Эта еда Не может быть Послана Всевышним Как бы это ни звучало Продолжаем с вами дальше То что мы убиваем животного Это для нас акт Который призван Для того чтобы Внутри нас Побудить чувства Воевать Против своего ецерара Это триггер Это для того чтобы Ужаснуть нас Что мы идем Знаете как Бьем кипуру Это Наверное Один из Одна из вещей в иудаизме Которую мне будет очень сложно Принять всегда Я очень к этому обряду Отношусь С осторожкой Сложно Я не могу ее понять И этот урок Именно об этом Перед ем кипуром Что мы делаем Обряд Коперот Это обряд Который не дай Бог Увидит какой-то нееврей Он про нас придумает Такого Мне кажется что Сказки о том что Мы пьем кровь Там я не знаю Христианских младенцев Пошла именно из этого обряда Потому что мы Скромные женщины Маленькие дети Мужчины Берем несчастную курицу Крутим ей над головой И что мы говорим Эта курица пойдет к смерти А я пойду к добрым делам Вани и лехли хаим тувим Варуким А я пойду к долгой и счастливой жизни И каждый кто видит это Хватается за голову и говорит Мракобесия Это Тора Которую называют Идущей в ногу со временем Почему сейчас надо убивать Этих несчастных курей Почему она должна идти Вместо меня на смерть А я на долгую счастливую жизнь Да если я согрешила Иди я не знаю Бейся об стену Сделай с собой что-то Почитай Тейлим Вот кто-то делает на рыбу Кто-то делает на деньги Но вы знаете Что тот кто делает на деньги Он должен дать Такую сумму денег Чтоб вам физически Стало больно Ее отдавать И вы прочувствовали всю боль Как если бы вы Своими руками порезали курицу Вот у нас перед Фильмом Никогда не было такой суммы Поэтому мы делаем на курицу Но Что курица приходит Что эта курица должна сделать Она должна нас Пробудить Чувствовать И рассказывается про царя Агрипаса Ненавижу слова с буквой Р Ну в общем Про самого этого царя Добрый вечер Андрей Что он так хотел поблагодарить Всевышнего За то что он стал царем И его народ принимает И слушается его Что он решил Взять огромное количество Скота Тысяча голов На то время это были Миллионы долларов И принести в жертву В храм И он пришел к коинам и сказал Я вам даю тысячу голов скота Принесите это в жертву В благодарности За то что Всевышний Для меня сделал такие чудеса И я вас прошу И заставляю Это время Пока вы принимаете мои жертвы Вы не имеете права Принимать никакие другие Окей Царь сказал Его надо слушать Они повесили на храм табличку Мы там На переучете На неделю И начали Перерезать его скот И приносить жертву Всевышнему Пока они не увидели В храме В один из дней Бедняка С двумя голубками Это одна из самых Маленьких Самых нищих Пожертвований Для Всевышнего Но каждый Должен давать По своему кошельку И он говорит Пожалуйста Принеси А это было на следующий день Перенеси в жертву Мои голубки Он говорит Нет я не могу Ты что Сейчас царь Как я могу приступить Через его желание И он сказал Пожалуйста Не делай мне этого Секрет того Что я не умер от голода Что когда-то я пообещал Всевышнему Что если он мне будет давать Четыре голубки словить Две из них я буду отдавать Отдавать ему Все что я заработаю Половину я буду отдавать Всевышнему Не десятую часть Спасибо Раиса Большая Не двадцатую часть Половину Если ты сейчас Не возьмешь у меня Этих двух голубок Не возьмешь у меня Половину денег Завтра я проснусь Бедной Мне нечем будет Прокормить свою семью Пожалуйста возьми Я тебя очень прошу С милости Велся Коин Взял у него Этих голубок Принес жертву Пошел Агриппа С ночью спать И думает Вот мне сейчас приснится Какие чудеса Я сделал на небе Как Всевышний радуется Как он вдыхает Этот запах Как у Ноаха И наверное Говорит что никогда Он не пошлет больше Никакой вирус корона На этот мир Ну что Всевышний сказал Нет друг Пошлю я вирус корона Будете сидеть в карантине Может он так сказал А может и не так Но он сказал Приношение бедного Всевышнего Поднялась выше чем твое И Агриппас встал Ночью Пошел в храм Позвал Коина И сказал Вы что принесли какие-то другие жертвы Он говорит да Извините Мы не смогли Это нищий И В общем он понял Неважно что было дальше Это очень длинная история А что я хочу вам сказать Из этой истории Всевышнему Не нужна Не надо Количество Всевышнему не надо Тысячи животных Всевышнему не надо Наши понты Что Всевышнему надо Наша Расстроганность Наша Чувствительность Наша Открытость Наша Направленность Ко Всевышнему Мы можем прийти к нему И дать 5 шекелец даки Но дать это с таким чувством Что оно перевесит миллионы долларов Которые кидают Богатые люди Возьмите Лишь бы Оцепитесь Делаю то что сказал Всевышний Без мыслей Окей Мы с вами поняли что Почему мы Приносим жертву животному Для того чтобы понять Что как будто бы мы должны быть На месте животного Чтобы в нас что то проснулось Но Ну правда Вам стало понятно До сейчас В чем смысл убивать животного Какой моральный Облик у этой заповеди Почему за мои грехи Должно страдать животное Только чтобы я посмотрела Какой Козой я была И сделала Чуву За этого Козлик должен вместо Пастись на Травке Быть убитым Вы понимаете что эта заповедь Она очень Двузначна Очень сложно нам понимать Как иудаизм Мы с вами Возвращаемся В начало Иудаизм Обожает животных Иудаизм Уважает животных Иудаизм Говорит Относись пожалуйста К Ко всем моим творениям Одинаково Как к человеку Так и к козе драной Относись одинаково Если ты согрешил И еще раз говорю Иди убейся об стену Иди Сделай Чуву Иди я не знаю Пастись Четыре дня Пока вся дура Из тебя не выйдет Почему За твои грехи Должно страдать Должно страдать Животное Где смысл Где моя Причастность К тому Что происходит Легче всего Убить животного И дальше продолжить Грешить Что вегетарианцы говорят Очень правильную вещь На мой взгляд Почему Если ты голодный За это Надо убивать Животное Ну Голодный Пожалуйста Я не знаю Яичницу Сделай себе Салатик Свари макароны Рис Гречка Да все что угодно Почему Из-за того что ты голодный Ты должен идти убивать Животное Только потому что ты сильнее его Так это неправильно Мы не имеем права Убивать слабого Только потому что мы голодные Тогда животные Которые сильнее нас Могут спокойно прийти Убить нас И съесть Но нет Мы же этого не позволяем Мы же говорим что у каждого Своя какая то цель В этой жизни Так вот об этом я хотела Поговорить Вернуться немножко к началу И все таки понять Где моральный облик Нашей недельной главы И как Этой заповеди И как ее постараться Нам принять Чтобы нам ответить Вегетарианцам Или может быть Концой этого урока Я вас всех переубедю Стать вегетарианцами Тоже Нет Мне тоже Я не вегетарианец Но моя мама и сестрада Мамочка Ты здесь Ты слушаешь Широк В первом ряду Большим тоф Опять вернемся к нему Комментарии не читаю Вижу что там Какой то экшен идет Потом Потом отвлекусь Итак Большим тоф Всем известно Что как бы все Кто молился в синагоре С Большим тофом Они знали Что молитва Может быть 10 минут А может затянуться На целый день Все молились И Большим тоф Стоял на своей биме В медитации Он поднимался Ко Всевышнему И учил Торус Ильяу Анави Мы не можем даже Представить На каких высотах Стоял Большим тоф И в какой то момент В одной из таких молитв Двое ребят Стали очень голодными И они поняли Что на том месте На котором сейчас Молится Большим тоф Это может занять еще Два часа И они сейчас Упадут в оморок Они с вчерашнего дня Ничего не кушали Они решили Так у нас есть два часа Давай Мамочка Привет Моя любимая Вегетарианец Мамочка Любовь Гоник Привет Вот Андрей Я вам могу объяснить Почему вы вегетарианец По слову Тора Если вам это интересно Почему моя мама Вегетарианец Почему я не вегетарианец Итак Продолжаем Они ушли в столовую Только начали кушать Зная что у них есть время Заходят Открывается дверь Заходит Большим тоф У пацанов Выпала сосиска изо рта Как вы так быстро домолились У нас же У вас же еще время Как Он говорит Вы не понимаете Что происходит Представьте Что на дерево залезла кошка И не может спуститься Вы компания Проходите мимо И слышите Как она мяукает И хотите ей помочь И вы решаете Что каждый из вас Станет один на другого В верхней Достанет эту кошку И снимет ее То же самое я делаю Во время молитвы Вы думаете Что у меня одного Есть силы Подняться ко Всевышнему Я что ангел У меня есть крылья Нет Я поднимаюсь Только за счет Ваших молитв Когда вы стоите Рядом со мной Молитесь Я по вашим молитвам Поднимаюсь И дохожу до Престола Всевышнего А потом рассказываю вам Чудеса которые я слышал Как только вы вдвоем ушли Это то же самое Как с этой маленькой Лесенки Достающей кота Два человека внизу Решили пойти прогуляться Пока верхние Занимаются котом Вся лестница упала К чему Я рассказала вам эту историю К тому что все Создания Всевышнего Созданы так Изначально Что они зависят Друг от друга У нас есть Цепочка В природе О которой сказано еще В Таллоде В Кабале Во всех наших святых книгах Мудрецы об этом пишут У нас есть Человек Животное Растение И неживая природа В чем смысл этой пирамиды Мы созданы Смысл Нашей жизни Нашего существования В том что Мы должны Подниматься И поднимать Мы не имеем права Стоять на месте Как мы поднимаемся И поднимаем Очень легко Что Когда мы Кушаем животное Оно становится Частью нас Оно заходит в нашу кровь Оно помогает нам Жить Действовать Творить Молиться Мы поднимаем Животное До уровня человека Когда животное Кушает Пасется на травке И кушает эту травку Она ест эту травку И трава становится Частью Частью Животного Вода Травка Растет Она питается Водой Вода Неживая природа Становится Растением Растение Становится Животным Животное Становится Человеком А куда дальше Расти человеку Если мы уже Все самые-самые лучшие Как это В верхушке пирамиды Человек Должен подниматься Ко Всевышнему Мы не можем Отличаться От животного Если мы не Используем Свой разум Свою возможность Говорить Свою возможность Право Выбора Только тогда Можем называться Человеком Как только Мы берем Это животное Становится Он Частью нас И мы Это животное Вместе с нами Поднимаем Ко Всевышнему Это для Всевышнего Настоящий танок Это для Всевышнего Настоящий кайф Он говорит Пирамиды работают Это все В мире происходит Так как я Запланировал Вы правильно Подключили все Приборы Все проводки Стоят так На месте Что вся система Может работать Именно так Я видел этот мир Именно для этого Я создал Все Части Этой природы Дальше Если мы Не мы Если вегетарианцы Говорят Что Они не кушают Животных Потому что Им Жалко собачку Не собачку Жалко курочку Извините То Тогда Вы Дорогие Вегетарианцы Должны сказать Животное Тебе запрещено Есть траву А ты Трава и цветочек Перестань Питаться водой Если вы Против системы Которую сделал Всевышний Пожалуйста Идите против системы До конца Боритесь За все Неустойки Которые Творит природа Почему Животным Можно кушать Траву Хасу Которую Которую Мы едим Животные Нас Объедают Между прочим Запретите им это делать А вы знаете Что запас воды На планете Он не бесчисленный Вода Может закончиться Запретите растениям На них у нас не хватает воды Если в Коране нет воды Значит Что выпила растения Запретите им это делать Если вы уже идете Против плана Всевышнего Но Я вам с вами говорила Что мы может быть Птичку жалко Да Что мы может быть Станем вегетарианцами К концу нашего урока Так что в том Что человек не кушает мясо Есть Очень глубокий смысл Который Может быть Вы сами не понимаете Сейчас Мы заканчиваем уже урок Сколько у нас там Следующий урок Я понимаю за мной Будут еще 13 минут Дальше Если мы Едим животное Мы должны понимать Что у нас есть Сход Возможность Право Кушать животное Только если мы знаем Что мы его поднимем Вместе с нами На высший уровень Если мы это мясо Съели Только потому что нам вкусно Если мы поели это мясо И пошли спать И не сделали с энергией Которая нам Мясо дало что-то полезное Мы опустились До уровня мяса Мы стали куском мяса Извините Это все Без обид Просто чтобы нам Легче было понимать Мы Пошли спать Мы не использовали Эти силы Мы уподобились животному Которое Кушает Идет спать И дальше по своим каким-то делам Человек Имеет право Кушать мясо Только если он Правильно умеет Его поднимать В Талмуде Прямым текстом И это самая Вегетарианская вещь Которая написана Во всех религиях И Тора сама Об этом пишет Прямо Обычному человеку Запрещено Есть мясо Почему? Потому что Обычный человек не знает Зачем он есть мясо Потому что Обычный человек не знает Как его поднимать Он не знает Как создан мир Он не знает Как работает Вся система До верхушки И к чему нам надо стремиться Когда мы кушаем мясо Очень легко Стать Самим этим мясом Опуститься с ним Пойти Целыми днями Кушать Советовать Друзьям Какой-то крутой ресторан Думать Где праздновать День рождения Именно из-за еды А не из-за атмосферы Которую можно получить Не из-за святости Не из-за слов Не из-за гостей А из-за жрачки Которая делает нас Менее духовными Скажите Кто-то из вас Правда Может сказать Что Каждое Каждый прием еды Его воодушевляет На какие-то Глобальные действия Возвышение Ко Всевышнему Пойти помолиться Пойти почитать Сидора Чаще всего Оооо Все я наелся Пойду отдохну Так вот Я наелся Все отдохну Таким людям Нельзя кушать мясо И я это говорю себе Я Провела урок детям И мы сейчас Пытаемся Я не знаю Как-то с этим Делать это все правильно Для меня этот ирок Тоже был новый Когда я его учила Надо понимать Что после того Как мы встали Со стола Покушав мясо Мы должны с этой Энергией сделать Что-то полезное И поднять ее Вверх Иначе мы нарушили Иначе нам нельзя Кушать мясо Наверное те люди Которые не кушают мясо Они просто понимают Что они не могут Это мясо поднять Что у них нету Достаточно знаний И моральных каких-то Духовных сил для этого И я уважаю ваше решение И я уважаю ваше мнение Но знайте Что мы в этот мир Пришли для работы Мы не можем Остановить эту цепочку Мы не можем Сказать Всевышний Я не буду кушать мясо Потому что я не умею Милый мой друг Ты зашел сейчас На Вайкру Ты слушаешь сейчас Урок Одины Наоми Которая рассказывает Тебе как кушать правильно Можешь ли ты После этого сказать Что у тебя нету сил Что ты не знаешь как Все С этого урока Жизнь до и после разделилась Если хотите кушать мясо Знайте как его правильно поднять На духовный уровень Чтобы этот мир Действовал по Тем законом Который создал во Всевышний Если что-то в этом мире меняется Вся конструкция ломается И происходит хаос Который мы видим сейчас на улице Естественно коронавирус Не из-за того Что мы кушали мясо Но поверьте мне Что когда хоть один проводок Неправильно подключен Вся система падает Если Посредством мяса Мы молимся Делаем хорошие дела Идем навестить Я не знаю Звоним маме Позвоните все маме Это тоже считается заповедь Причем это одна из заповедей О которых сказано Что за нее мы получим Я очень прошу прощения У кого нету мамы по каким-то Извините Если затронула какую-то Эх Точку Я просто сейчас Хочу позвонить Своей маме Несмотря на то Что она смотрит этот трог Вместе с вами За уважение родителей Это одна из Одна из немногих заповедей Про которые Всевышний говорит Увидишь ты благо От этой заповеди Не только в том мире Что это нам обещано Но и в этом мире Хочешь Долго жить Все Кто сидит дома Боится выйти на улицу Боится заболеть Коронавирусом Чтоб всех это пронесло Идена Махмуда Пожалуйста Позвоните маме Всевышний обещал Будете долго жить За уважение родителей Что может быть легче Сначала Покушайте мясо Потом Позвоните маме Отлично у нас Получилось это Окей Продолжаем Немножечко Немножечко Тоже затрону Курбонот Курбонот Это жертвоприношение О которых сказано В нашей недельной главе Мы уже с вами разобрали Какой-то смысл Несколько По хасидизму Мы затронули с вами кабалу Хоть вы это и не заметили Но Продолжаем Жертвоприношение В храме Было особенное Чем Оно собрало в себя Все четыре вида Все четыре Ступеньки О которых мы сейчас говорили И соединило в одно Жертву приносил Человек В жертву он приносил Животное Вместе с животным Должна была быть Минха Это растение И последнее Что было в жертве Это соль Мы И папе И папе Обязательно и папе Мы взяли Четыре Ступеньки Которые мы должны Одна за другой Продвигать Неживая Природа Растения Животные Человек Соединили В это В одно целое И послали Всевышний Мы сказали Всевышний Твой мир Работает так Как ты хотел Мы поняли твой смысл Мы поняли Что ты хочешь Мы очень хотим Сделать правильно И тогда Этот запах Это не запах Жареного мяса Стейков Которые Вчера у нас Почему-то получились Смойшей Резиновые Это запах Целостности Мира Это запах Я не знаю Включенного компьютера Как знак того Что все проводки Мы соединили Правильно Курбан От слова Керув Жертвоприношения Те же буквы Что и слово Близко Когда мы приносим Жертву Мы становимся близко Ко Всевышнему Все Я желаю каждому из вас Плодотворного карантина Здоровья И Вкусного мяса Всем приятного аппетита Шаббат Шалом Будьте здоровы В охотношения Да Ша